Он рекомендовал нам борщ и блины с шоколадом. И это было очень вкусно! В тот момент русские люди рядом со мной вместе радовались. Мы обнимали, танцевали, кричали вместе. Всем привет! Меня зовут Тарыш, я кореянка, учила русский 5 лет в Корее. Сегодня я хочу рассказывать вам о событиях, что случилось со мной в России, о которых мне приятно вспоминать. Я два года назад ездила в Россию на две недели. Только на две недели я была не одна, а с двумя друзьями. И мы посетили Москву, Казань и Питер. Я не могу забыть тот момент, когда я вышла из самолета и вживую увидела русский язык и русских людей. Тогда я была очень счастлива. Я расскажу вам о пяти вещах в России, о которых я вспоминаю с улыбкой. Путешествие кореянки по России. Поехали! Во-первых, в кинотеатре официанты нам помогали выбрать кино. Когда мы были в Москве, мы пошли в кино, потому что это просто весело, посмотреть кино в Москве. У меня тогда было нет русских людей, поэтому я очень хотела пообщаться с жителями. И я решила спросить официанта, можно ли посоветовать нам русский фильм. Если честно, я просто хотела разговаривать с русскими людьми. К счастью, она помогла нам выбрать кино и с энтузиазмом объясняла, что сейчас модное и что сейчас популярное. С ее помощью мы посмотрели ночную смену, и это было очень-очень интересно. Вот это первое хорошее воспоминание в России. Во-вторых, по пути в Екатерининский дворец в автобусе люди нам помогали. Когда мы ехали туда в маршрутке, все было необычно. Во-первых, в Корее нет маршруток, и платить прямо водителю было необычно. В Корее теперь никто не платит так. Мы всегда используем карточками. Мы не знали о системе, типа сколько нужно платить, когда нужно выездить. Но рядом с нами бабушки рассказывали, как это делать. И мы даже не знали, когда выходить. Поэтому я включила приложение карты и постоянно проверяла, где мы находимся, чтобы не потерять дорогу. А когда мы доехали, люди нам рассказали, что это Екатерининский дворец, вам нужно выездить. И мы вышли без проблем. Очень счастливо, очень интересно погуляли там. Хотя было страшно в чужой стране, в автобусе, ехать куда-то. Люди помогали нам, рассказывали, когда нужно выездить. Они искренне помогали нам. Благодарю вас. Во-третьих, этот рассказ связан с таксистами. В России я часто использовала приложение такси. Каждый раз я звонила им, потому что среди них я лучше говорила по-русски. Разговаривать с ними было, честно говоря, очень тяжело. И почти 90% я не понимала, что они говорят. Наверное, они просто спрашивали у нас, где вы находитесь. Подойдите сюда, пожалуйста. Но я не понимала, что они говорят по телефону. И я повторяла, что извините, я иностранка, извините, я кореянка. Повторяйте, пожалуйста. Я не поняла. Повторяйте, пожалуйста. Хотя это было очень тяжело. Все равно было весело, потому что я практиковала русский. И слушала настоящую русскую речь. Наверное, я разговаривала позже с 10 таксистами. Правда. Может, вы думаете, что я странная. Ну, правда, я была счастлива. Было весело. Во-четвертых, когда мы заказывали иду в теремоке, мы встретили парня приветливого. Я сейчас не рекламирую теремок. Просто я там впервые попробовала борщ и блины. Первые мы заказывали на английском. Но официант нам не понимал. Поэтому мы попробовали заказывать на русском. Тогда он очень удивился и сказал. Вы же знаете русский? Что вы? Он так шутил. И потом он помогал нам выбрать еду. Он рекомендовал нам борщ и блины с шоколадом. И это было очень вкусно. Но если честно, мне не понравился борщ. Но моим друзьям понравился. Я очень люблю блины с шоколадом. Официанту было, наверное, лет 20. 21. Он выглядел молодо. И он был очень-очень приветливый. Он помогал нам выбрать вкусную еду. И это было очень весело. Я не могу забыть его улыбку. Последний. На стадионе футбола в Казани незнакомые русские с нами вместе радовались за победу Кореи. Я посетила город Казань, чтобы посмотреть чемпионов мира по футболу. И там играли Германия и Корея. На стадионе больше 80% болели за Германию. Мало кто болел за Корею. Поэтому мы вели себя тихо, чтобы не добиваться внимания фанатов Германии. Все думали, что Германия выиграет. Но неожиданно Корея выиграла. И тогда мы с друзьями танцевали, кричали, писали посты на инстаграме, что я видела этот матч в живую. В тот момент русские люди рядом со мной вместе радовались. Мы обнимали, танцевали, кричали вместе. И снимали фото вместе. Я их не знаю, но они вместе радовались. Мы обнимали. Я хотела поделиться моим чубцовом с ними. И они согласились. Мне очень приятно было. Потому что они же радовались с нами. Я не могу забыть тот момент. Это было очень-очень-очень вешело. Победа Кореи! Вот сегодня я рассказала вам о том, почему я не могу забыть путешествие по России. Я встретила очень много добрых, хороших людей. И я не могу забыть их. Каждый раз вспоминаю их с улыбкой. И я собираюсь поехать в Россию в этом году, в сентябре, учиться на год. Я жду этого с нетерпением. Надеюсь, чтобы я могла встретиться с моими подписчиками в России. И я хочу путешествовать по разным городам. Вот, спасибо за просмотр. Если вам понравилось моё видео, подписывайтесь, пожалуйста. Поставите лайк и оставите комментарий. Если у вас есть инстаграм, то прийдите к моему инстаграму. В контакте тоже. Пока!